В аэропорту Домодедово этим утром приземлился борт МЧС из Сирии. Ил-76 доставил Москву 56 граждан России, СНГ и других государств, пожелавших покинуть Арабскую Республику в связи с активизацией боевых действий на ее территории. Тот же самолет доставил накануне в Сирию более 20 тонн гуманитарных грузов. Вместе со спасателями по маршруту Москва-Латакия-Москва пролетел и наш корреспондент Артем Кол. Для этих детишек, родившихся в жаркой Сирии, октябрьские, московские утренние заморозки показались настоящей зимой. Большинство в летней одежде времени на сборы у многих просто не было. Как у Любови Некрасовой и ее детей, которая жила на окраине Дамаска, пока туда не пришли боевики сирийской свободной армии вместе с ИГИЛ. Район разделен на три территории. Две территории государственные, одна народная армия или там, не знаю. В Сирии женщина прожила более 20 лет с мужем. Теперь рядом с ее домом идут широкомасштабные боевые действия. Благодаря российской авиации армия Башара Асада начала наступление. На боевике ожесточенно сопротивляются. Разрушена почти вся инфраструктура, не работают продуктовые магазины. Зная о такой тяжелой обстановке, накануне правительство России отправило 20 тонн гуманитарной помощи самолетам МЧС. Мы доставили продукты питания, детское питание, сгущенное молоко. Мы доставили одеяло. Борт МЧС не без труда прилетел в Сирию. После того, как Турция закрыла для наших самолетов воздушное пространство, спасатели делают крюк через Балканы. Но перед вылетом Болгария тоже отказалась пропускать нашу гуманитарную помощь через свою территорию. Пять часов было потрачено на согласование маршрута через Румынию, Сербию и Грецию. Мы уезжаем к своим детям. Там дети учатся, трое детей там учатся. Я очень давно их не видел. На обратном пути было принято решение забрать более 50 человек, решивших улететь в Россию. Среди которых более половины это россияне, но есть и граждане Сирии, Белоруссии и Украины. В Москву борт МЧС прибыл рано утром. Вот еще даже не расцвело. Это был 10-й рейс в Сирийскую Арабскую Республику. И как говорят спасатели, не последний. В ближайшее время будет формироваться еще один груз с гуманитарной помощью. Ну а те, кто сегодня прибыл на родину, поспешили встретиться с родными, которые привезли им теплые, уже зимние вещи. Артем Кола, Алексей Табунков, Вести. Субтитры создавал DimaTorzok